Ну, про Зимбабве. Надеюсь, никто не будет меня обвинять в чем-нибудь нехорошем. Посольство может быть. Старое не... Значит, устроился Робинович вовне шторг. И так хорошо начал работать, что, ну, в общем, завистники появились там, кто-то ленится, а он прямо все делает. Ну, в общем, стали думать, как бы от него избавиться. Давайте, мол, мы ему какое-нибудь невыполнимое задание дадим, он его завалит, и мы его тогда уволим, как неисправившегося. Ну, давайте, давайте отправим в Англию продавать запорожцы. Робинович через месяц возвращается, контракт на поставки на несколько миллиардов фунтов. Блин. Давайте в Японию его пошлем, пусть там продает кассетный магнитофон электроника. Два месяца прошло, опять приезжает, вот контракт там. Блин. Послали его в Зимбабве подписывать контракт на продажу мехов. Два месяца нет, четыре, полгода, ну, все, сгинулся. Два месяца съели. Через год поезжает, загорелый такой, тоже контракт на миллиарды. Слушай, как ты это делаешь? Он говорит, ну, в Англии было очень просто, я только прилетел, иду по улице, вижу типичное еврейское лицо. Остановились, познакомились, поговорили, посоветовались. Выставили цепочки к лоббистам в правительстве, парламенте, приняли законопроект. А в Японии? Ну, в Японии сложнее еврея было найти, поэтому дольше времени заняло. А в Зимбабве что, евреев совсем не было? Там другая была сложность. Там, прежде чем найти еврея, нужно было создать правительство и парламент. Значит, жена говорит мужу, давай сегодня поиграем в игру. Ну, давай. Давай, ты будешь таксист? А я буду такая молоденькая девчонка, у которой нечем за проезд заплатить. Ну, давай. Ой, дяденька таксист. Оказалось, у меня совсем нет денег. Ну, отпустите меня. Ну, пожалуйста. Ну, иди. Тишина гробовая. Не въехали? Так, поскольку у нас в первой части пока вот был кусочек про воспитание, там упоминались пионеры, очень любил этот анекдот. В позднесоветский такой период в грузинской школе заканчивается пионерское собрание. И, собственно, заканчивается тем, что вожатый говорит. Товарищи пионеры, будьте готовы. Конечно, дорогой. Ну, в общем, рассказывают, что когда-то приехали журналисты брать интервью очередной у Фаины Раневской. И девушка-корреспондент спрашивает, вот, Фаина Георгиевна, вот с высоты прошлых лет, как вот вы думаете, насколько больших успехов достигла наша советская медицина? Огромных душечек. Раньше на приеме у врача мне приходилось каждый раз раздеваться, а теперь достаточно только показать язык. Вне зависимости от того, куда вы направитесь отдыхать, Будьте бдительны, приезжает девушка на курорты Черноморского побережья Кавказа. Пошла в море, погода чудесная, солнышко светит, вода теплая, море ласковое. Вдруг она чувствует, ее кто-то под водой за ноги хватает. Ну, она, естественно, закричала от неожиданности, и вдруг слышит такой, «Ай, девушка, зачем так пугаешься? Это ами дельфины!» Алло, это Русское радио? Да. Здравствуйте, меня зовут Маша. У меня есть мечта. Я мечтаю встречаться с каким-нибудь популярным российским певцом. Как мне поступить лучше? Что вы посоветуете? Машенька, дорогая, давайте начнем с того, что вообще не женское это дело, встречаться с каким-нибудь популярным российским певцом. Так, поскольку сразу и про космос, и про роль личности в истории. Очень короткий анекдот. Муж сидит, смотрит футбол по телевизору, а жена рядом с ним, с газетой, разгадывает кроссворд. Так, спутник Марса. Муж, а? Энгельс? Разговор в продуктовом магазине. Покупатель. Это у вас генно-модифицированная морковь? Продавец говорит, нет. А почему вы спрашиваете? Морковь. Да, почему вы спрашиваете? Поехал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в инспекционную поездку. Ну, обычную, как... Но конкретно по заведениям учебным. Детские садики, школы. Общается с людьми, с детьми. Ну, и вдруг один маленький мальчик ему говорит, дяденька мэр Собянин, а вот мы с мальчишками поспорили, какой шоколад лучше, бабаевский или сникерсы? Ну, конечно, бабаевский. Почему? Ну, сникерсы, они же батончиками, а бабаевский плиткой. Бытовой конфликт. В полиции разбирают обстоятельства драки в лифте. Подрались мужчина и женщина. Ну, полицейский инспектор опрашивает мужчину. Говорит, значит, вы не считаете себя зачинщиком? Какой зачинщик? Я потерпевший. Вы потерпевший? Да, я потерпевший. Ну, рассказывайте. Излагайте свою версию. А что излагать-то? Я зашел в лифт, встал у кнопок. И тут заходит эта женщина, у нее такая грудь большая. Я такой никогда в жизни не видел. Я растерялся, так стою, смотрю, стою, смотрю, стою, смотрю. Она тут говорит, мужчина, может, нажмете уже, а дальше я ничего не помню. А история такая. Вот в советское время же произведения для детей, в том числе мультфильмы, их всегда переводили на национальные языки. И в Литве Чебурашка назывался не Чебурашка, а Кулдерстукас. И шутники, значит, придумали, что эпизод в мультфильме, где крокодил Гена, Чебурашка и девочка Галя в словаре ищут, кто такой Чебурашка, он, значит, выглядел следующим образом. Крокодил Гена держит этот словарь, листает и говорит, чемоданы, чебоксары, чебуреки. Странно, никакого Кулдерстукаса нет. Извините, у меня батарейка села в ухи. Маленький Семочка первый раз в жизни оказался в цирке. Приходит домой, и маме с вас таким восторгом. Она говорит, мама, так было интересно, так здорово, так замечательно. Там были клоуны, акробаты, дрессировщики, жонглеры. А потом был перерыв, а после перерыва аттракцион. Дядя на мотоцикле ездил прямо по стенам. Я, когда вырасту, я стану таким, как он. Семочка, послушай свою маму. Еврей на мотоцикле – это уже аттракцион. Зачем еще на стену вылезать?